Всем свет! Меня зовут Константин Цепелев, и я рад вас приветствовать на своем канале, посвященном правильному освещению и осмысленному световому дизайну. Как и обещал, вторая часть ролика про ошибки в ландшафтном освещении. Если вы не смотрели первую часть, вы здесь есть ссылочка на нее, пройдите и посмотрите. Ну что, давайте рассмотрим еще 10 ошибок в работе с ландшафтным светом в ваших проектах. Поехали! Первая ошибка связана с использованием светодиодной ленты в экстерьерных проектах. Прежде всего, хочется сказать, что мы не рекомендуем в принципе работу именно со светодиодными лентами. Существует очень много оборудования, такие как светодиодные шнуры и специализированное оборудование, которое позволяет заменить светодиодную ленту. Если все же в вашем проекте вы хотите использовать светодиодную ленту, обязательно используйте ее вместе с профилем. Потому что, во-первых, он защитит ее от механического воздействия, во-вторых, лента в профиле не пойдет волной и не испортит визуальный эффект. Вторая достаточно серьезная ошибка кроется в прокладке кабельных трасс, а именно в правилах прокладки кабельных трасс. По нормам и по жизни прокладка кабельных трасс должна проходить не менее 0,7 метров от поверхности грунта. Для чего сделан такой норматив? Потому что кабельная трасса, которая проложена ближе, чем 0,7 метра к грунту, ее можно легко повредить, перекопать, перерубить. И, в принципе, она будет подвержена воздействию движения грунта. Безусловно, просто так кабель в грунт закапывать тоже нельзя. Обязательно использовать специальные трубы и выбирать дополнительные аксессуары, в зависимости от того, где у вас идет кабель. Под дорожками один вид монтажных труб, под грунтом или грядками, или условно кустами другой. При разводке кабельных трасс, при разделении на группы, обязательно использование монтажных коробок с хорошей IP-защитой. Потому что самая распространенная проблема, которая возникает на ландшафтных проектах, это протечка именно в местах соединения кабеля. И она, в общем-то, заключается в том, что были выбраны некачественные монтажные коробки или монтажные коробки без соответствующей IP-защиты. Третья ошибка связана с забыванием обязательной герметизации подвода кабеля. Очень часто светильники выходят из строя, перегорают, потому что влага попадает через кабельный ввод. У крутых производителей есть даже дополнительные аксессуары, которые позволяют сделать герметизацию кабеля и снижают риск попадания влаги через кабельные вводы и полукабельной трассе. А если вы хотите обратиться к нам за подбором оборудования или консультацией, или созданием крутого технического проекта, просто напишите нам в корпоративный WhatsApp. А если вы укажете промокод слово YouTube, вы получите подарок комплект сувенирной продукции. Четвертая ошибка в работе с ландшафтным освещением связана с выбором оптики для светильников, для освещения различных архитектурных форм. Немного про эту ошибку я уже рассказал в предыдущем ролике, но лишним ее повторения не будет, потому что это самая часто распространенная ошибка. Итак, для различных архитектурных форм, для различных кустов и зеленых насаждений нужно выбирать и подбирать именно ту оптику, которая будет лучшим образом их освещать. То есть различные вытянутые деревья, туи, кипарисы и пихты мы подсвечиваем узким гучом, а раскидистые кусты широким. И не забываем, что количество светильников мы выбираем из характеристик объекта, который мы освещаем. В городской среде, в парках и городских скверах есть так называемая охранная зона вокруг дерева размером с крону дерева. И в этой части грунта нельзя проводить кабельные трассы и устанавливать светильники, потому что возможно безвозвратно повредить корневую систему. Было бы очень круто такую традицию переносить и в частные ландшафтные проекты и делать охранную зону, которая будет защищать корневую систему деревьев вокруг ваших зеленых насаждений. Шестая ошибка связана с выбором типа установки оборудования и выбором высоты светильника. При выборе светильника столбика необходимо учитывать высоту сугробов зимой в вашем регионе. И на самом деле при выборе оборудования нужно четко понимать, как оно будет себя вести при снегопаде или при листве, при грязи, при осадках. И в какой-то степени возможно отказываться от грунтовых светильников, которые будут находиться под снегом в пользу светильников, которые будут находиться сверху сугробов, то есть непосредственно сами болварды или столбики. А если вам необходимы какие-то акценты на светильники, то мы рекомендуем их устанавливать на выносные штанги. Друзья, если вы считаете данное видео интересным, а информация в нем полезной и актуальной, поставьте, пожалуйста, лайк. Именно это смотивирует меня снимать подобный контент дальше. Седьмая ошибка будет актуальна для тех, кто считает, что светильник с датчиками движения это отличная идея. Дело в том, что светильники с интегрированными датчиками движения, как правило, всегда реагируют и на крупных собак, и на детей, и иногда даже на проезжающие машины. Если вы действительно хотите поставить систему датчиков движения, то прежде всего это нужно делать отдельно от светильников, то есть покупать отдельные датчики движения и отдельное световое оборудование. Но на самом деле существует куча других способов управления светом, которые позволят сделать сценарии освещения вашего ландшафта логичными и адаптивными. Можно, например, использовать сумеречные датчики, можно использовать датчики времени, реле времени, которые будут включать свет в нужное вам время, в нужном месте. Восьмая ошибка связана с тем, что при проектировании освещения лестниц надо помнить про наличие подступенка. Для чего он нужен? Потому что, когда вы вставляете какую-либо световую часть, она должна не бить вам в лицо, а светить по поверхности ступени. И для этого, собственно, и нужен подступенник. Девятая ошибка связана с тем, что необходимо помнить, что в водоемах и в любых других местах, где возможно погружение светильника под воду, необходимо использовать светильники с IP-защитой 68 и только проверенных производителей. Отдельно хочется отметить именно понятие проверенного производителя. Нужно четко понимать, что уличное освещение, фасадное освещение, ландшафтное освещение — это свет, который работает в агрессивной среде. И доверять освещению вашего ландшафта нужно действительно только проверенным производителям, которые несут гарантию и действительно работают в агрессивных средах. Десятая ошибка в ландшафтном освещении связана с тем, что многие да практически все забывают разбивать свет на функциональные группы на самом деле ландшафтный проект освещения он ничем не проще и не ничем не отличается по своему смыслу от интерьерного проекта там точно также есть функциональные зоны но помимо интерьерного проекта там есть такие функциональные зоны как например охранное освещение дежурное освещение праздничное освещение и все эти сценарии нужно продумывать и внедрять в проект на самом деле забыть разбить свет на разные группы это в конечном итоге ограничить себя от пользования всеми прелестями ландшафтное освещение спасибо за просмотр этого видео если у вас остались какие-то вопросы по ландшафтного света напишите о них в комментариях я отвечу на каждый не забудьте подписаться на канал если хотите быть в курсе всех новостей о осмысленном световом дизайне и правильном освещении а если хотите пообщаться со мной лично пишите мне в директ инстаграм или приходите в гости ко мне офис всем свет